Всем привет, с вами Ульяна. Радиоуправляемые машинки – это желанный подарок мальчишкам в любом возрасте, даже если эти мальчики уже давным-давно повзрослели. Сегодня я хочу вам показать не просто машинки, а топовые вездеходы, которые справятся с любыми препятствиями. Одна из моделей действительно может ездить практически по любой поверхности – грязи, снегу, песку, траве и даже в воде. Представляете? Начнем с уменьшенной копии гусеничного полицейского бронетранспортера Military Police от компании Pinecon Model. Танк сделан в соотношении 1 к 12, длина при этом 34,3 сантиметра и вес 1360 грамм, но это ни капельки не уменьшает его возможности. Он довольно стильный, выполнен в белом цвете с черными гусеницами и трубчатым защитным каркасом. Верхняя часть модели представляет собой внедорожник с багажником и самое крутое – у него открываются двери, как крылья чайки. Все управление происходит с помощью пульта пистолетного типа. Нажимаем курок газа на себя и машина едет вперед и наоборот. Все повороты выполняются с помощью колеса, расположенного с правой стороны над курком. Радиус действия пульта до 80 метров. Работает он от трех батареек типа 2А, которые в комплект не входят. У Military Police два двигателя. В качестве приводного установлена мощная коллекторная модель 380 класса, с помощью которого танк может развивать скорость до 12 км в час. Повороты выполняются отдельным вторым двигателем, корректирующим момент между траками. Колеса подпружинены и амортизируют все неровности бездорожья. Он способен преодолевать ямы размером в треть его корпуса, шириной в 10 и глубиной в 5 сантиметров. Он может крутиться на месте на 360 градусов и подниматься вверх с углом наклона до 30 градусов. Работает это чудо до 40 минут от литий-ионного аккумулятора, который можно зарядить даже от портативной батареи, благодаря идущему в комплекте зарядному USB кабелю. Управлять таким танком будет удовольствием для каждого. Следующий монстр вездеход Amphibia умеет намного больше. Как я уже поминала, он умеет ездить практически по любой поверхности и даже в воде. Необычный дизайн и отсутствие колес сразу бросается в глаза. Вместо них здесь установлены два сверлоподобных элемента. Стержни со сплошной винтовой поверхностью вдоль продольной оси. Кабина водителя немного футуристична и напоминает космический корабль. В комплекте идет пульт, похожий на обычные игровые джойстики, при этом заостренные длинные формы делают его более агрессивным. По краям по две кнопки управления. Слева для движения вперед-назад и справа в сторону. Да-да, Amphibia может ездить не только прямо. У нее 8 направлений движения. Работает пульт от двух батареек типа 2А. Радиус действия 30 метров. Вездеход Amphibia может проработать на одном заряде аккумулятора до 20 минут и развивает скорость до 10 км в час. Шнековый привод позволяет амфибии перемещаться в любом направлении и на любой поверхности суши или воды. Он очень эффектно справляется с любыми препятствиями, с легкостью расчищая себе путь сквозь снег, траву, песок и грязь. И плавать он тоже умеет. За сохранность можно не переживать. Амфибия подготовлена к таким испытаниям. Длина вездехода 38 см и вес 1188 г. Этому монстру не надо особо стараться. Он с легкостью привлекает к себе взгляды окружающих. А управлять им, преодолевая все преграды, одно удовольствие. Такие радиоуправляемые модели – это отличная покупка в любую семью. Дети и даже взрослые будут рады поиграть с этими вездеходами. Такого мощного адреналина от управления обычной машинкой вы точно не получите. Зато вездеходы прекрасно справляются с этой задачей. Радость и веселье от происходящего обеспечены. Ссылочки на данные модели вы можете найти в описании к этому видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Ульяна. Всех с праздниками! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok